Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мы знаем про Кавку вообще Тем, что он ставится сейчас И тем, что он учитывает какие-то нагрузки Не только психологические, но и творческие Которые мы пережили и как зрители, и как художники Потому что что нам сейчас Кавка через столик Когда у нас Кинзадза уже произошла Когда у нас зеркало для героев Что называется-то, в общем, зеркало для героев Поверните и все И у нас есть, понимаете, город Зеро, который я меньше люблю Но там тоже вот эта вся проработка кавкианских мотивов Она уже совсем целиком наша А весь Запад уперся, допустим, в день сурка И им хватило А у нас это крутится и крутится В Москве сейчас идет 4 самоубийца Потому что это все вот рядом Мандат идет кое-где Поэтому мы этим живем все время Для опытного зрителя кажется, что, конечно, конечно Даже шестидесятники в этом смысле Смотрятся как-то более, что ли, темпераментно Потому что ему сразу, шестидесятник сразу говорил Ему надо было сразу сказать, кто сволочь А здесь, в этом спектакле Потрясающе то, что не страшно И страшнее всего то, что, потому что не страшно Потому что возникает комфорт Вот этой жизни И при этом, поняв это Герой, в общем, умирает Это тот Гамлет, который говорит не быть Это очень тоже новая оптика взгляда на кавку Единственная серьезная постановка кавки В пределах, так сказать, ну вот последних 20 лет Это превращение Костя Райкин Значит, Валерий Фокин делал в сатирику И Барышников сейчас играет У Фокина был потрясающий спектакль Он шел в такой же маленькой сцене И там не надо было никого ни во что превращать Просто игровая площадка ушла на дна 7 метров вниз Или там 5 с половиной И зрители сидели и смотрели, как там все копошится И возникало ощущение действительно уже другого измерения абсолютно А здесь герой, конечно, изумительный совершенно Я не помню его в других спектаклях Так не помню сразу сказать в других спектаклях Вот здесь он открыт очень хорошо И, во-первых, это такой с одной стороны вроде офисный планктон И сейчас я над ним буду, значит, так посмеиваться А получается, что он, во-первых, полон умен очень Полон витальной энергии Он хочет жить И он живет И вообще фактура великого Гетцби, ну, Гетцби тоже плохо кончила Сразу понял, в чем это все кончится Вот, поэтому здесь очень мощно это работает Очень хорошая стена Замечательные вот эти, повторю, зеркала Они сразу дают ощущение Вот опять-таки Выворота всего, значит На то, на что мы боимся Чего мы боимся О чем мы боимся думать И далее, значит И дальше идет вот эта вот Тихой сапа и вот эта идея Которая все-таки Кавку мучила Это сексуальные страхи Импотента Его мечты Его садомазохистские, значит, припадки И Иван Васильев играет это все вот в блоке Просто, ну, ребят, ну это Фрейд отдыхает вообще Это так здорово Это человек, которому до 70 лет будет вот таким, значит Травистюнькой такой Это проклятая фактура Это очень здорово Это беспощадно, безумно И очень здорово сыграно Вот И потом, значит, вот Игорь Павлов Который меняется, изумительно То он такой, значит, из гоголевских Значит, новелл или гоголевских каких-то Добрый дядя Альберт То он толстяк из Тайны Третьей планеты Помните? Вот такой, ну просто вот раздавить И насладиться этой любви И так далее Вот эти вот вещи И Вера Чернова, которая такая вся из себя Анжелина Жули, да? Абсолютно Вот Одна мать родила Но хищный взгляд Хищный взгляд Она на работе Вот И вот таких вещей очень много И я думаю, что Да, и потом художник, значит Ну, хорошо, что Значит Автор спектакля Так за вами наблюдает Но он и играет тоже очень здорово Во-первых, он потрясающе читает Эту сказку про права человека Просто же Стынет кровь из живых, да? И потом, когда Когда они изумительно рассматривают картины Ну, это тоже это платье Новое платье короля То есть весь абсурд Он пошел от Андерсона Мы тоже поняли, да? Что они смотрят И это хорошо, очень сценично Вообще спектакль силен тем, что он Сценически решает текст Которого никто не знает Или не помнит Или там есть полтора-два Искусствоведа, которые Знают текст, но никогда не видели Как это решать сценически Вот эти сценические решения Очень-очень мощные Замечательно, что Значит, гимном становятся Хит сердечки Вот сразу понятно, о чем идет речь Да? Но мне, например, Гайдара Казалось, его не надо Потому что это совсем другая Другая планета Там можно говорить о том Кто такой Гайдар Что он сидел в Хабаровске И в сумасшедшем доме И писал эту сказку Это надо тоже знать А кто это знает? Ну, опять-таки, два-три человека Ну, ладно В общем, тем не менее Спектакль очень такой Яростный какой-то И беспощадный И это вот то, что Сейчас можно в Кавке Обнаружить И ужаснуться Спасибо 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 Спасибо